Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы с вами говорим о судорогах Как еще раз повторю проявление состояния патологии Значит, теперь давайте поговорим о том Как же судороги классифицируются? Какие они бывают? Значит, прежде всего, различают следующие судорожные состояния В первой группе мы относим все судорожные состояния, которые не являются связанными с эпилепсией, то есть не являются связанными с определенным очагом возбуждения. Вот здесь давайте я поясню, что имеется в виду. При эпилепсии мы видим, наблюдаем, что в коре головного мозга есть очаг, который вызывает вот это возбуждение. Если очага нет, а вся система готова выдать такую мышечную реакцию, это вторая группа, которая так и называется неэпилептические судорожные состояния. И здесь мы говорим о том, что судороги чаще всего носят такой определенный случайный характер, то есть какие-то факторы влияют на кору головного мозга, и кора головного мозга выдает реакцию в виде судора. То есть это как бы не запрограммировано организмом, это ответная реакция организма. Ну, например, скажем, так называемые фибрильные судороги, то есть судороги как реакция на повышение температуры. Фибрис – это температура по-латыни, соответственно, фибрильные судороги – это реакция организма, реакция головного мозга на повышение температуры на фоне лихорадки. Второй такой момент – это судороги интоксикационные, то есть в организм попадает микроб, микроб вызывает интоксикацию организма, и в ответ на этот яд, на токсин, который вырабатывает микроб, кора головного мозга реагирует судорогами. Вот очень часто в этой группе судороги проявляются на фоне таких заболеваний, как, скажем, грипп, то есть вирусные заболевания. Или, например, полиомиелит может выдавать, или какие-то другие серьезные заболевания, где токсины, вот причем даже независимо от температуры, выдают такую судорожную реакцию. Значит, судороги могут быть следствием так называемой патологии дыхательной системы, а именно асфиксии, когда не хватает кислорода, и организм реагирует судорогами. Вот, ну, такой пример. Ну, я доктор, поэтому все как бы так, да, естественно. Вот когда вы в фильмах смотрите, да, когда человек там, допустим, его душит, или он там вешается, то как вот, да, первая реакция организма – это подергивание, это судороги. А потом, ну, уже как бы происходит все остальное. То есть на фоне даже незначительного, особенно если есть проблемы в патологии нервной системы, даже незначительная нехватка кислорода для головного мозга может вызвать реакцию судорог. Значит, дальше. Есть такое понятие респираторные пароксизмы, когда происходит нарушение дыхания, то есть, скажем, сбивается дыхание, и вместо ритма, ну, я сейчас продемонстрирую, как это выглядит. Ну, вот человек дышит, да, и происходит вот такая вот реакция, то есть сбой дыхания происходит, да, и вот в этот момент возникают так называемые пароксизмы или судороги. Значит, кроме того, есть судороги, связанные с нарушением обмена веществ. Есть такое заболевание спазмофилия, когда не хватает кальция в организме и мышцы не в состоянии нормально сокращаться, и ответ реакция нервной системы – это судороги. Вот. Вот сейчас я скажу еще один момент, пожалуйста, прошу меня услышать. Очень часто судороги выдают такое заболевание, которое называется гипервитаминоз Д, то есть передозировка витамина Д, да, все меня услышали, я надеюсь. Любители подкормить своего ребенка витаминами непонятно зачем, да, еще один камешек ваш огород, да, значит, гипервитаминоз Д, он выдает судороги, связанные с нарушением функции мышц. То есть страдает печень, печень резко уменьшает количество энергии, которое необходимо организму, мышцы на это реагируют, особенно дыхательные, и возникает судорожная реакция. То есть судороги, связанные с гипервитаминозом Д, значит, кроме того, есть судороги, которые могут быть связаны с нарушением ритма сердца. То есть ритмия, особенно это бывает у детей, у которых есть пороки сердца, причем они не всегда диагностируются вовремя, и у нас есть опыт. Мы несколько раз впервые у наших пациентов ставили диагноз врожденный порог сердца исключительно вот потому, как ребенок дышит. И когда начинаешь спрашивать родителей о том, как ребенок себя ведет, практически всегда родители отмечают, что есть какие-то периодические подергивания у детей. Особенно это связано с нагрузками. Даже небольшая нагрузка может вызвать сбои в сердечном ритме и, как следствие, судорожные подергивания. Значит, дальше. Судороги могут возникать, естественно, при проблемах, связанных с заболеваниями головного мозга. То есть у нас предыдущие лекции связаны с детским церебральным параличом, с нарушениями внутричерепного давления, с различными какими-то органическими поражениями коры головного мозга, с ситуацией, связанной с нейроинфекцией обязательно. Это не только токсины, вызываемые вирусом, который вызывает нейроинфекцию, но и следствие самой нейроинфекции, а именно за счет вот нарушения непосредственно структур коры головного мозга. Ну и такие тяжелые состояния, которые встречаются гораздо реже, а именно опухоли, кровоизлияние в мозг, инсульты, аневризмы сосудов, то есть расширение сосудов коры головного мозга. И, в общем, я так понимаю, что большинство, может быть, практически все причины я вот в этом своем выступлении назвал. Хотя они могут возникнуть совершенно неожиданно вследствие чего-то казуистического. Может быть, какая-то генетическая патология, может быть, какое-то нарушение, связанное с фибромиалгиями, то есть мышечной патологией, как бы ответная реакция коры головного мозга. Здесь говорить можно достаточно долго. Вторая группа судорог – это судороги, связанные с эпилепсией. То есть, еще раз напоминаю, речь идет о ситуации, когда в коре головного мозга есть очаг возбуждения. И этот очаг выдает судороги как причина именно проявления именно этого заболевания. Значит, эпилептические судороги тоже бывают разными. Но первый вид – это тонические судороги, когда сокращаются мышцы. То есть, мышцы реагируют на это состояние, на участок возбуждения. И вот если идут такие подергивания. Значит, вторая группа судорог – это клонические, когда сокращается все тело. То есть, это мы видим потерю сознания, это мы видим не только мышцы, но и западает язык. Начинается всеобщее возбуждение. И мышцы становятся настолько повышенным тонусом, что они как бы, ну, вот как кукла человек, да, вот ребенок становится. То есть, его согнуть эти конечности мышцы невозможно. Он весь выпрямляется, весь напряжен. И в этот момент, как бы, да, не сдвинут. Чаще всего потеря сознания, падает и так далее. Кроме этого, есть смешанные судороги. Тонико-клонические, вот когда и то, и то состояние. Сначала мышцы начинают подергиваться, потом человек становится вот слишком повышенный тонус. Вот, и так далее. Значит, дальше судороги могут быть, так называемые, самокупируемые в МИЕ, которые проходят самостоятельно. То есть, как бы, да, вот здесь задача удержать язык, чтобы язык не западал, и просто подождать немножечко, через несколько минут судороги проходят. Значит, судороги могут быть продолжающиеся довольно долго и переходят в так называемый эпилептический статус. То есть, это состояние очень тяжелое, когда человек не может самостоятельно выйти из этого состояния, когда практически органы и системы перестают нормально функционировать. И здесь надо выводить из этих судорог очень быстро, потому что иначе может наступить, к сожалению, летальный исход. То есть, еще раз скажу, что практически эпилептический статус – это состояние, когда припадок длится более пяти минут, либо повторяется очень часто, то есть не успеет выйти из предыдущего припадка, как начинается новый. Вот это эпилептический статус, и это прямое показание к вызову реанимации и госпитализации, потому что иначе ребенка, человека можно потерять. Поэтому вот здесь надо быть очень внимательным. Я думаю, семьи, где дети страдают эпилепсией, они, в принципе, это знают. Теперь давайте немножечко побольше поговорим о судорогах, которые встречаются чаще всего. Я думаю, что именно по этой группе судорог будет вопросов больше всего. Речь идет о так называемых фибрильных судорогах или судорогах, которые являются ответом на повышение температуры. Значит, я хочу небольшую паузу сделать, спросить. Все, что я говорю, понятно, потому что я могу, как бы, да, не может прибиться на врачебную такую вот терминологию и где-то потерять контакт. Настя, я тебя вижу. Все отлично. Как говорят, пожалуйста, включите микрофон, потом выключите. Мне все понятно. Да, вполне. Да, тема очень сложная, повторяю. И задача вот именно доступным языком вам все рассказать. Итак, фибрильные судороги, давайте на них остановимся прежде всего. Значит, это состояние, которое возникает при повышении температуры. Скажу сразу, что величина температуры значения не имеет. Ребенок может выдать судороги на температуру 39, а может выдать судороги на температуру 37,3. Это зависит от состояния его нервной системы. А именно, от вот этих тормозных процессов, о которых мы говорили вначале. Поэтому, значит, давайте попробуем немножечко побольше поговорить о причинах. Прежде всего, это инфекционный процесс. Значит, есть довольно большая группа вирусов, которые любят жить и любят, так сказать, кусать центральную нервную систему. То есть, нервная система вовлекается в инфекционный процесс. Ну, прежде всего, давайте начнем с тяжелых инфекций, более опасных. Это энцефалит, это менингит. Кстати, к вопросу об энцефалите. Будьте осторожны, потому что энцефалит – это заболевание, связанное с укусом клещей. Начинается осень, начинаются ягоды, грибы, там, в тех зонах, где они растут, походы в леса и так далее. Будьте очень осторожны, потому что чем, вот так сказать, больше мы живем, тем чаще встречаются вот клещи, зараженные вирусом энцефалита. Если ребенок укусит такой клещ, очень большая вероятность инфицирования ребенка – это тяжелое заболевание и, может быть, требует какой-то отдельного разговора по тяжелым инфекциям. Значит, следующая инфекция, которая практически всегда выдает судорожную реакцию – это менингита. Значит, кроме этого, мы можем говорить о более простых и более часто встречающихся инфекциях. Это прежде всего грипп, это прежде всего группа из острых респираторных инфекций. Это так называемый РС – вирус, то есть респираторно-синтециальный вирус, который поражает центральную нервную систему. И их токсины, они выдают вот именно эту судорожную реакцию. Значит, кроме того, фибрильные судороги могут быть реакцией нервной системы, если она у ребенка и так повреждена. То есть, если у ребенка есть какая-то нейроинфекция, то вероятность возникновения фибрильных судорог резко возрастает. Поэтому я настоятельно рекомендую семьям, у которых есть дети, страдающие нейроинфекцией, очень внимательно относиться к подъему температуры и очень внимательно наблюдать, как ребенок ее переносит. Не факт, что это всегда бывают судороги, но они когда-то возникают в первый раз. И может пройти несколько лет, и все будет замечательно. Вы столкнетесь с каким-то тяжелым вирусом гриппа, который выдаст фибрильные судороги у ребенка, у которого раньше никогда этого не было. И он очень хорошо переносил температуру и так далее. Значит, длительность фибрильных судорог невелика. Они практически никогда не длятся больше 15 минут. И если судороги уже прошли и закончились, то в течение суток они, как правило, не повторяются. То есть, ну, где-то можно немножечко расслабиться в течение суток и смотреть уже за ребенком в дальнейшем. Значит, как происходят, как выглядят судороги. Ну, это мышечные подергивания. Может быть, руки, может быть, ноги, может быть, руки и ноги, может быть, все тело. Здесь очень трудно давать какие-то рекомендации. Но, значит, я хочу сказать следующее. Если у ребенка впервые возникли фибрильные судороги, нужно проверять две вещи. Во-первых, это надо проверить на наличие инфекции. То есть, группа анализов, там, кровь, моча. И вот обязательно обращение к нормальному инфекционисту. Потому что ситуация, связанная с инфекцией, она может вырваться, вылиться в очень неприятные какие-то проблемы. Это раз. И второе. Если у ребенка есть возможность, то надо проверить на апелепсию. То есть, надо сделать электроэнцефалограмму. По возможности сделать это как можно быстрее. Есть такое понятие, так называемая судорожная готовность. То есть, когда ребенок, как бы, да, вот он имеет какую-то патологию нервной системы. И, как бы, да, вот непонятно, насколько он готов проявлять эту патологию в виде судора. И вот сейчас я вам скажу несколько симптомов, покажу даже, да, которые могут позволить вам диагностировать вот эту судорожную готовность. Что это дает практически? Это практически дает возможность родителям, во-первых, следить за ребенком, во-вторых, предпринимать меры, связанные с стабилизацией именно вот нервной системы. Ну, я не буду давать чисто медикаментозные, врачебные какие-то рекомендации. Просто думаю, что в каждом конкретном случае мы с доктором Риммой сможем родителям просто объяснить, вот если они будут обращаться каждый раз в том или ином случае. Итак, как мы диагностируем вот эту судорожную готовность? Вот посмотрите, если, есть такие синдромы специальные, если у ребенка постучать по скуловой кости с одной стороны вот здесь, да, вот, видно, да, я стучу. Вот, и в этот момент на этой стороне у него будет сокращение мышц. Да, то есть, вот мы стучим, а у ребенка вот так сокращаются мышцы. Это так называемый симптом хвостока, вот, и это говорит о судорожной готовности. Вот я думаю, что после лекции все бросятся это проверять, вот, но это даже неплохо, по крайней мере. Аркадий, повторите еще раз, пожалуйста. Значит, еще раз, да, по скуловой кости, посередине легкие постукивания. Если у ребенка ничего не происходит, все нормально. Если у ребенка непроизвольно происходит сокращение мышц этой половины лица, ну, мне трудно изобразить, ну, примерно вот так, да, то есть, как бы судорога проходит по этой половине лица, по той, которая стучим, да, понятно? То это говорит о том, что, вот, судорожная готовность есть. Можно ожидать каких-то судорог даже на легкую температуру или на малейшую передозировку витамина D. В общем, короче, все о том, что я говорил вот в течение 40 минут до сих пор. Дальше, смотрите, рука, верхняя треть, значит, смотрите, да, верхняя треть плеча. Сейчас я попробую. Вот плечо, так, не видно, сейчас я попробую развернуть. Вот плечо, я пережимаю верхнюю треть, где мы накладываем обычно, вот, да, сюда, вот, верхняя треть я пережимаю просто, и посмотрите, что делается. Рука становится вот такой, называется рука акушера. Палец прижимается, и остальные пальцы резко напрягаются. Вот рука становится вот такой. Понятно? Еще раз, вы у ребенка пережимаете верхнюю треть плеча, и в этот момент рука становится вот такой. Понятно? Аркадий, покажите, пожалуйста, еще раз, в каком месте пережимается, потому что это не было видно. Верхняя треть плеча, вот мое плечо, вот бицепс такой, да? А основание бицепса? Вот, да, вот подмышка, сразу после подмышки, сверху, ну, у ребенка это маленькая, поэтому это легко пережимется. Вот рука была нормальная, я пережимаю, и руки сразу сводят судороги, именно вот в таком положении, называется рука акушера. Понятно? Спасибо, очень интересно. Услышали? Значит, дальше. Ну, я это показывать не буду, попробую объяснить словами, вы меня поймете. Значит, голень, верхняя треть, то есть чуть ниже колена, сжимаем голень, и в этот момент стопа уходит в сторону, к наружи. То есть, раз стопа непроизвольно уходит к наружи, понятно? Еще раз, пережимаем голень чуть ниже колена. Все знают, что такое голень, да? Это от колена до стопы. Вот пережимаем верхнюю треть, и стопа пальцы сводит, и она как бы уходит судорожно к наружи, как бы разворачивается, да, как у балерины. Понятно? Да. Поняли меня? И последнее. Значит, ну, такой вот достаточно интересный симптом, называется симптом Маслова. Когда вы ребенка делаете ему кратковременные болевые ощущения, там, ущипнули или укололи, и в этот момент он делает так, и останавливается дыхание. буквально на несколько секунд. Понятно, да? То есть, допустим, ущипнули, он как бы всхрипывает, и остановка дыхания на несколько секунд. Вот это все являются симптомами, которые говорят о том, что ребенок, ну, скажем так, в опасности в плане развития судорог. Это мы можем... Какого возраста должен быть этот ребенок? Практически. Ну, мы будем говорить с вами о ребенке первого года жизни. Другого года. Хотя, если такие вещи происходят у более старших, ну, честно говоря, это еще тяжелее. То есть, чем старше ребенок, и тем, если он выдает такие симптомы, значит, ситуация достаточно серьезная. То есть, процессы торможения в коре головного мозга просто, ну, как бы, да, вот на уровне совсем никакого. Но в основном, конечно, мы говорим о ребенке первого года, это всегда, ну, и можно продлить эти симптомы до первых трех лет жизни. Они как бы действуют. Дальше уже действуют не всегда, но если действуют, то это, скажем так, сигнал сосу. Это даже не сигнал там пожарной сигнализации, а просто сигнал сос, катастрофы. Поэтому здесь будьте очень внимательны. И нам нужно обращать на это внимание. Если у наших слушателей вот возникнут такие ситуации, обратитесь к нам индивидуально. Рим, да, так сказать, ты... Да, конечно. Да, ты ответишь, если что, да? Конечно. Мы разделим, потому что я боюсь, что я один не справлюсь с ответами, поскольку тут еще... А можно спросить? Вот, получается, по феврильным вот этим судорогам, проверили мы по ребенку вот это все, ощупывание провели. Получается, если это все есть, то лучше не доводить, да, температуру до 38 и выше, лучше сбивать, начинать раньше. Нет, 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 об этом даже речи нет. Снижаем любую температуру. Причем снижаем достаточно жестко, вплоть до применения каких-то заропонижающих инъекций. То есть даже не дожидаясь, есть или нет, потому что он может выдать судороги и выдать сразу вот такой вот статус. То есть затяжные судороги, которые могут привести к очень тяжелым последствиям. Вот, и прежде всего нужно, помимо, вернее всего, нужно бороться с причиной температуры. То есть если это инфекция, значит инфекция. Если это, кстати, температура может повышаться совершенно без связи с инфекцией. Это может быть стресс, это может быть перегревание, это может быть какое-то эмоциональное возбуждение и так далее, и так далее. Вот все эти факторы нужно очень четко контролировать. Да, понятно, потому что вот ситуация, она, ну, опасна. На самом деле у ребят, у которых есть эти симптомы, для них это действительно опасная ситуация. Значит, обычно, обычно, да, мы берем фибрильные судороги, они не являются, ну, какой-то такой вот проблемой, требующей там госпитализации и так далее, и так далее, скорой помощи. Я думаю, что каждый родитель в состоянии справиться с этими судорогами. Единственное, к чему я вас призываю, это к вниманию. То есть вот то, что, в принципе, вот до ВИЦСФ и говорят достаточно постоянно. Ребенок не должен быть предоставлен самому себе, он должен как-то вот реагировать, родители должны реагировать на малейшие изменения в его поведении. То есть здесь нужно без лишней опеки, но просто со стороны быть достаточно внимательными и реагировать на любые изменения. И вот здесь я вот призываю, так, немножко отойдя, немножко другая тема, но очень часто она звучит в наших выступлениях, специалистов нашего центра, а именно не только вопрос, зачем вы даете, потому что вот это вот как раз лишнее, когда вы пичкаете ребенка непонятно чем, и это приводит в том числе и к возникновению судорожной готовности. Как мы уже сегодня выяснили. Но и другой вопрос, который должен возникать. Почему? То есть почему ребенок так себя ведет? Почему ребенок... Не обязательно, что это будет патология, но ответ на этот вопрос вы должны получить. То есть он может вести себя, потому что он там, скажем, вот взрослеет, меняется, то есть это положительные моменты. Но вы должны четко понимать, почему это происходит. Я думаю, что ИСФ и с Давидом со мной согласятся, потому что под маркой вот, да, что происходит, как бы обычные вещи, или там дедушку копируют, на самом деле может вылезти какое-то начало какой-то патологии, которую мы можем просмотреть. Поэтому подметили что-то, ну, скажем, не совсем обычное, постарайтесь быстренько проконсультироваться. Ну, как вариант, можете проконсультироваться с нашими специалистами. Все знают, что мы готовы ответить. Вот даже если просто вот какое-то время не отвечаем, ну, надо повторить вопрос, потому что иногда бывает нет связи, иногда просто телефон забит, иногда мы вообще тоже, бывает, работаем изредка. Вот, поэтому, поэтому мы можем не всегда ответить. Теперь, значит, я хочу вам сказать, еще одну тему поднять, потому что эта тема, она перекликается с проблемой судорог, но она не совсем к этому относится. Это поскольку чаще всего судороги возникают, ну, скажем, если берем все за 100%, процентов 75-80, судороги возникают во время сна. Поэтому нужно очень четко различать ситуацию, связанную с возникновением судорог и с нарушением сна у детей. И вот если вы мне дадите еще минут 10, я хочу этот вопрос немножечко поднять. Он может быть не совсем по теме, но он как бы находится близко. И я так понимаю, что рано или поздно эта тема все равно бы у нас возникла. Нет возражений, товарищи организаторы? Нет. Отлично. Итак, значит, нарушение сна сразу отделяю, да, что мы говорим немножечко о, немножечко как бы, да, другой теме, которая, ну, достаточно близко подходит. Итак, значит, прежде всего нарушение сна, опять же, да, это совсем может не возникать как патология, но, с другой стороны, это достаточно часто встречается. И вот я думаю, что, ну, да простят меня медики, которые нас слушают, вот сейчас, мало ли там подпольно, что очень мало кто будет в этом разбираться. Поэтому я постараюсь это так обрисовать для родителей, чтобы вы сами имели какое-то представление. Итак, наиболее частая проблема, связанная с нарушением сна, это недостаточность дыхательного центра. Дыхательный центр находится в коре головного мозга. Соответственно, все те поражения коры головного мозга, о которых мы говорили на протяжении нескольких наших лекций, имеют прямое отношение к дыхательному центру. Соответственно, он возникает, вот это поражение возникает, ну, скажем, достаточно часто. Значит, ну, мало ли кто-то где-то столкнется с таким названием. Он очень красиво называется. Он называется «Синдром проклятия Андины». Почему он так называется? Ну, это по легенде водяная фея, которую муж обманул. Вот, она его, как бы так, наказала, что он постоянно должен помнить о том, что его мышцы должны работать. И такие дети, они, вот это выглядит так, что во время сна мышцы работают. То есть ребенок осуществляет постоянно какие-то движения. Вот, и если, как бы, да, ну, по легенде, да, вот, когда мышцы перестают работать, то человек умирает во время сна. Поэтому, как бы, вот, если вы, ну, не могу сказать, что это случается довольно часто, вот, и обычно это такой синдром, он происходит во время ночного сна. Ну, не бывает такого. А вот ночью, если, ну, это не, это, смотрите, сейчас любые подергивания, все перепугаются. Дело в том, что это работа мышц, то есть это нормальные движения, то есть ребенок как будто ходит, да, как будто что-то делает руками, как будто, да, перебирает какие-то игрушки, и при этом глубоко спит. Вот это является проблемой, о которой я сейчас говорю. То есть это не нарушение какой-то патологии мышц, патологии нервной системы, это проблема дыхательного центра. Если вы сделаете электроэнцефалограмму, то в области дыхательного центра будет возбуждение. Следующее, ну, это такая сложная ситуация, следующее нарушение сна, все гораздо проще. Вот о чем я говорю достаточно часто и многим нашим пациентам. Ребенок, у ребенка происходит нарушение сна, когда у него есть аденоиды. Вот и что такое аденоиды. Аденоиды – это разрастание лимфоидной ткани, которая, ну, как бы, да, уходит в полость носа. И ребенку просто элементарно тяжело дышать. Чтобы понять, как себя чувствует ребенок с аденоидами, я родителям настоятельно рекомендую следующий эксперимент. Берете ватку, ну, небольшой кусочек, вот так ее распушите и засуньте в нос глубоко. И походите в обе ноздри, да. Поверьте мне, что через пару дней вы не только спать, вы есть и дышать, и существовать нормально не сможете. Вот так себя чувствует ребенок, у которого аденоиды. Поэтому, если вы видите, что ребенок плохо спит, именно потому, что ему тяжело дышать, он дышит ртом, да, при отсутствии насморка, у него даже где-то расширяется, есть такой тип аденоидный тип лица, то есть расширяются ноздри, да, и становится нос немножко шире, то, пожалуйста, решите вопрос об удалении аденоидов. Потому что сами они, ну, только на ранних стадиях проходят, вот, надо их убирать. После того, как уберете, позвоните, я вам расскажу, как сделать, чтобы они больше не выросли. Поэтому вот это вот, ребенок очень плохо спит, когда аденоиды, ему тяжело, он задыхается, он просыпается, он беспокойный, и вплоть до, даже непроизвольного мочеиспускания во сне, потому что, ну, тяжело ему, на самом деле, находиться. Значит, кроме всего прочего, не надо забывать, что любое инфекционное состояние, любое инфекционное поражение, оно связано с нарушением сна, потому что симптомы интоксикации, они, повторяю, влияют на кору головного мозга, в том числе на центры, отвечающие за сон. Поэтому ребенок будет беспокойный, ребенок будет плохо спать. Вот, здесь постарайтесь, ну, где-то так, да, доставить ему радость. Где-то, может быть, взять на руки, где-то проветрить комнату, иногда прохладный воздух, вот, успокаивает. Где-то, может быть, обтереть его, если он любит воду, ну, и лечить основное заболевание. Теперь, еще один момент, к которому наверняка сейчас возникнут вопросы. Это легкие движения во сне. То есть, уже были такие вопросы, спрашивали, когда ребенок во сне, вот у него подергиваются ручки, ножки, вот что это такое, судороги, или это норма, или это что-то. По-моему, даже на прошлой лекции такой вопрос где-то проскочил. На самом деле, это так называемый стереотипное движение детей во сне. Это ничего страшного. Это состояние, которое связано с, опять же, да, с особенностью коры головного мозга. Вот, если кто-то обращался с этим к педиатрам и неврологам, большинство ответит, что это, ну, педагогическая запущенность. Это вот такой термин, который никакого отношения к истине не имеет. Но это такое вот клеймо, которое, на самом деле, абсолютно неверно. Дело в том, что вот такие движения, как подергивание, движение автоматические руками, ногами, качание головой во время сна маятникообразные, удары там лбом такие вот периодически, да, о подушку. Вот, я показываю, как это так выглядит примерно, да, чтобы, вот, на самом деле, это, я вам сейчас объясню, так, попроще, чтобы было. Это желание ребенка доставить себе удовольствие. То есть, вот эти движения, они во сне заставляют ребенка приятные ощущения. То есть, его нервная система устроена таким образом, что она при этом испытывает, ну, вот, как конфетку дали, да, вот, дали конфетку, ребенку приятно, ему хорошо. Поэтому, скажем так, как рекомендовать лечить, категорически не буду. Рекомендовать что-то с этим делать, ну, наверное, тоже. Единственное, за чем надо следить, чтобы ребенок в этой ситуации не нанес себе травму. Потому что, если это, скажем, о подушку, это, ладно, если это связано с тем, что он, допустим, бьется о спинку кровати, значит, надо просто, ну, обшить кровать, да, чтобы он просто не нанес себе травму. Значит, о чем идет речь в этом случае? В этом случае речь идет об особенностях нервной системы. То есть, определенном типе возбуждения. С возрастом это пройдет. Наступит какое-то состояние у ребенка, какой-то стресс, может быть, период взросления, скажем, да, есть в детском возрасте определенные периоды, да, скажем, год, три года, пять лет, семь лет, девяносто лет, когда дети, ну, меняется вот их гормональный статус. Вот. И все пройдет в какой-то из этих моментов. Поэтому, скажем, да, вот так вот вы реагируете на это спокойно, потому что обратитесь к врачу, вас напугают, обругают, скажут, что вы сами виноваты, вот, на самом деле не надо к этому ничего вот применять. Ну, наверное, я думаю, что я вот объем, так скажем, да, охватил. Вот. Если какие-то вопросы будут, если у кого-то возникнет какой-то вопрос, выведется в отдельную тему, то, может быть, мы продолжим какое-то вот, как бы, да, продолжение, дополнение дальше. Пока вот все, что я хотел, такое, наиболее горячее, я, в принципе, сказал. Поэтому давайте вопросы. Спасибо. Доктор Аркадий. Как называется заболевание при недостатке кальция? Спазмофилия. Еще раз. Спазмофилия, это если тяжелая форма. Спазмофилия, да? Да. Дословный перевод любовь к спазмам. Филио это любовь, спазм это спазм. Поэтому скромность к судорогам это так не бывает, но причина нехватка кальция. Был вопрос про парацетамол и снижение гипертермии. Давайте дам доктору о саде передохнуть. Я начала писать, но у меня куда-то пропал ответ. Первое, что доктор Аркадий уже сказал, что наши дети не должны переносить гипертермию. Мы, естественно, снижаем им температуру. Полезность или не полезность парацетамола? Вариант следующий. Если это вирусная инфекция, то парацетамол не только снижает нам температуру, но он является препаратом, который снимает так называемую нейроинтоксикацию. Вирусные клетки они бродят по оболочке нервов и поэтому вызывают ощущение, знаете, когда у самих гриб, голова болит, тело ломит. Поэтому при вирусной инфекции парацетамол препарат выбор. Если это бактериальная инфекция, то есть препараты другой группы, это нестероидные противовоспалительные препараты, но вы знаете, как группа норофена. В случае, если мы ни тем, ни другим снизить температуру не можем, то есть так называемая литическая смесь, которую делают врачи, это инъекция, в которой есть несколько препаратов, там три разные группы, и тогда уже температура действительно снижается. Ну, и никто не отменял все наши прекрасные методы, которые не имеют отношения никакого к медикаментозным, это раскрыть ребенка, не укутывать его, положить лед в область головы, сантиметров в десяти от головы положить лед, обтереть ребенка раствором, 50-процентным раствором там, либо спирта, либо водки, либо уксуса, чего-то такого, и крупным сосудом, если это ребеночек уже постарше, полутора лет, то крупным сосудом, это подмышки, пах, тоже можно положить пакетики со льдом, естественно, не на тело, а через полотенчик, через марлик, через что-то такое. Рима, можно еще спросить, пожалуйста, если у ребенка при температуре 38, к примеру, никогда не было фибрильных судорог, у него, естественно, все тело горит, но при этом ручки, конечности, именно кисти и стопы ножек ледяные, это говорит о том, что возможно будут судороги? Нет, это вообще не говорит ни о таких судорогах, это говорит только о том, что для того, чтобы справиться с температурой, тело как бы включает все возможные механизмы. Основной механизм, который он включает, это сберечь кругу головного мозга, поэтому периферические сосуды, которые как бы тело считает, что это не важно, ни кисти, ни стопы, оно сжимает, там происходит сосудистый спазм, сосудистый спазм, в начале лекции Аркадий об этом говорил, что это не имеет никакого отношения к судорогам и просто прекращает туда поставку большого количества крови, потому что считает, что это неважные места наши. Да, это можно растереть, чтобы равномерный был поток крови, просто берете и распираете руками, массируете. Как согреваем. Да, стопы, в основном стопы. Все, спасибо большое. Аркадий, тут вот вопросы в чате, вы читаете? Кто-нибудь один возьмите на себя как бы озвучивание вопросов, потому что они мелькают, я не успеваю реагировать. Давайте я вам прочитаю. Значит, последний вопрос про отдельную тему. Детская мастурбация. Помогите, пожалуйста, осветите как-нибудь эту тему. Часто слышу, что у деток с аутизмом особая чувствительность, и когда им доступны это ощущение, то они часто самостимулируются, не обращая внимания, где находятся. Спросите. Это отдельная тема. Это отдельная тема, если, как бы, она действительно актуальна для многих, значит, сделаем лекцию на эту тему. Хорошо. Поехали выше. Значит, ребенок часто просит массажировать ладонь. С чем это может быть связано? Ну, во-первых, это может быть просто аллергическая реакция. Во-вторых, это может быть вот как раз те ощущения приятностей, о которых я говорил. Люди оставляют удовольствие. Есть люди, которые очень любят здороваться за рукой, вот они вот, держат им это приятно. Ну, чисто психологически, ну, я так, в общем, по образованию скорее медицинский психолог больше, мне кажется, что в этой ситуации ребенку просто где-то не хватает немало. Вот я бы на них... Добавлю еще немножко от себя. Ребенок человек непосредственный, в отличие от взрослых, поэтому если он просит массировать ему что-то, то это может происходить еще и потому, что он недостаточно чувствует это место. Например, нарушено кровообращение, нарушена иннервация, и это способ самовоздоровления ребенка. то есть просит, во-первых, помните и при этом прислушайтесь, предчувствуйте, что ребенок чувствует, холодные у него руки или нет, как он на это реагирует и так далее. То есть это может быть не просто каприз, это проявление чего-то, на что нужно обратить внимание. Да, логично, согласен. Моя дочь 2.4 года, в период засыпания во сне ищет упор для ног и пальцев ног, из-за чего это может быть? Вот это очень, я говорил, тут как раз та ситуация, когда надо дать этот упор. Надо просто положить подушку, может, какие-то моменты, надо дать, ей это приятно, она вот, ну, смотрите, я сейчас скажу, вот вы ложитесь, вот вы ложитесь в кровать, да, перед тем, как заснуть, вы принимаете ту позу, которая вам приятна, она может быть самая разнообразная, там, ноги согнуть, ноги разогнуть, ноги поднять, ноги там, я не знаю, руки раскинуть, руки наоборот, сложить, вот, никто же не говорит, что это какая-то патология, но вот ребенку так приятно, так хочется, ну, тогда тему это. Аркадий, с вашего позволения, озвучу один вопрос, может быть, в двух словах ответить, но я думаю, это отдельная тема, как восполнять недостаток кальция? Я думаю, что надо никак, на это, я видела этот вопрос, и я вроде даже написала там родителям, не как восполнять недостаток кальция, а для начала нужно выяснить причину этого недостатка, их может быть несколько, вот, надо сделать все исследования, в них мы включаем кроме анализа крови на микроэлементы, нам интересна работа почек и надпочечников, и работа кишечника, поэтому вначале нужно сделать объемное обследование, понять, откуда, почему он, или он не поступает, или он не усваивается, или он уже не работает внутри клетки, и только после этого говорить о нему и кроме этого добавлю немножечко еще тоже, если, нужно учесть следующее, что добавление просто препаратов кальция через пищу не всегда эффективно, учитывая то, что, чтобы это так, усвоилось эффективно, это пищеварительная система должна усвоить это, во многих случаях этого просто не происходит, и происходят обратные процессы, просьба тоже принять свое внимание. Это не только пищеварительная система, еще раз говорю, что это конечно, как он поступает, как он усваивается, и даже, даже если он усвоился, он дальше может не работать в клетке, если есть нарушение так называемого там натриево-кальциево-канальца, то он не работает уже внутри клетки, и это тоже надо знать, поэтому прежде всего это обследование только по толстям разговора, почки, кишечник, анализы крови, мочи, УЗИ. Главное не следовать советам тетушек со скамеечки. Действительно, сначала это как бы ваш ребенок, малыш, то, что он советует. Ну да, если кому-то помогло, вовсе не значит, что это всем помогло. Мы видели огромное, ну, большое количество случаев, когда мамочки начинали давать детям что-то, что по отзывам кого-то и тем помогло, происходили очень плохие вещи, иногда просто несовместимой жизнью. Поэтому это, кроме того, переизбыток, чего угодно, может привести к таким результатам, которые совсем не нужны. Это относится, кстати, в том числе к скорлупе, о которой там сейчас написали. Да, 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 о которой едят с орнами или картошками. Тот же момент. То есть, надо понять, зачем это давать и почему не хватает кальция, если его действительно не хватает. Можно я на свой любимый вопрос отвечу? Когда ребенок сит, у него нет аденоидов, но при этом он сит с открытым ртом, у него нет ни насморка, ни аденоидов. Могу поиграть в игру и угадать, что это мальчик. Анатомически у мальчиков очень узкие и короткие носовые ходы, поэтому они дышат очень тяжело. Я думаю, речь идет о девочке. Если это мальчик, то тогда с ним как бы все понятно, это анатомическая история. Если это девочка, надо чуть-чуть подождать и посмотреть, что у нее происходит с носовой перегородкой. Скорее всего, это не сформированная хорошо носовая перегородка. Но надо проверять, да? Безусловно, конечно, надо подождать, обследовать. Ну, давайте так, о каком возрасте идет речь? Если это ребенок, о котором мы говорим до полутора лет, это одна история. Если это ребенок, который после полутора до трех лет, это следующая история. Что это? Мальчик, девочка и сколько лет? Скажите мне, пожалуйста. Доктор Рима, это моя Милена и у Евы тоже бывает. То есть шесть лет и девять лет девочке. Значит, в этом возрасте уже детям надо смотреть носовую перегородку. Если аденоидов и насморка нет, то, скорее всего, надо посмотреть, что это. Значит, надо посмотреть две вещи. Посмотри им, их должен посмотреть лор-врач. Он знает, что это делать. Он смотрит с зрелость носовой перегородки и есть нёбное, есть такой нёб, они там, такая штучка, полотина называется, перегородка, нёбная. Она тоже может быть немножко расслаблена. Если она расслаблена, то она тоже не даёт хорошо поступать. Но это в любом варианте всё равно это анатомические вещи. Смотришь, мордок. Отводишь и говоришь, что вот такая история. Всё, спасибо. Если что, напиши, я поподробнее. Если что, я тороплюсь и как-то заклёбываю слова. Так, следующий вопрос. Собственно, тут доктор Риммон на некоторые вопросы ответила, я думаю, что нет смысла. Пропускаем, да, пропускаем. Которые не просудоры, где я старалась ответить, чтобы не отнимать время. Вот есть вопрос. Ребёнок 2,9. Доктор прописала каллидан 5 капель, декальцин 2 чайные ложки. Можно ли давать одновременно? Значит, я, честно говоря, скоро начну рычать, потому что вопроса такого типа нужно начинать с того, зачем эти препараты выписаны, что с ребёнком, собственно говоря. Потому что невозможно говорить, не зная, для чего они, может, они вообще не нужны. Ответ на этот вопрос, пожалуйста, в личном разговоре со мной или с Римой. Я постаралась, Аркадий, я постаралась написать, вот пока ты вёл лекцию, чтобы думала, что это не по тему лекции. Значит, смотрите, ребёнку до года витамин D назначает врач по признакам клиническим, то, что он видит. Например, он видит, вы жалуетесь, потеет голова у ребёнка, когда он спит. Например, он видит, что размер родничка, большого родничка, это такая вот немножко ямочка на голове, он либо больше нормы, либо зарастает плохо, либо края его мягкие. Тогда мы как бы предполагаем, что это недостаток витамина D, но это тема исследованная и достоверная. То есть тогда мы можем этот витамин D назначать, и он действительно необходим в этой ситуации. После полутора лет ни одного назначения ребёнку без проведения анализа крови на содержание, но и на количественную и качественное содержание ничего назначать не надо. Никаких ни витаминов, ни рыбьих жиров, ничего мы не назначаем. Это я написала, но уже просто... Господа врачи, я вам скажу, что существует вполне принятая практика по всему миру. На севере больше, в Израиле меньше, но тоже. Педиатры назначают определённую минимальную дозу витамина D практически всем детям, причём в северных районах назначается гораздо большая доза, чем, скажем, в Израиле. Просто из-за того, что у них отсутствует солнце, и у ребёнка просто будет недостаток витамина D, что называется, по умолчанию. Собственно, и я так выросла, меня всё детство кормили рыбьим жиром, и, в общем, и как бы мои дети получали здесь направление капли витамина D, и, в общем, как бы, то есть это вещь, принятая во всём мире, и никто анализ крови не делал. Нет, смотри, ещё раз повторюсь, ещё раз повторюсь, это как бы время прошло, мы все же ели этот рыбий жир в супе, значит, смотри, до полутора лет, да, мы по умолчанию понимаем, что обмен веществ работает плохо, недостаток витамина может быть, поэтому тут особо сильно никто ни на что не опирается, назначаем витамин D в терапевтической дозе, профилактической, дети его принимают. Дальше, к сожалению, почему я делаю этот акцент, потому что если у ребёнка нормальное количество витамина D, и мы при этом, назначаем имущество извне, то у нас, естественно, происходит раннее формирование шлух головного, то есть косочки, черепа головы, они срастают раньше, они становятся жутче. Это следующая проблема, которая уже возникает при росте. Следующая проблема, которая это формирование, как бы, расстояния между косочками, там, до роста, они тоже могут уменьшаться. От этого дети маленького роста у нас получаются, некуда потом. Нет, ты себе дарить. Я же говорю, что это дарить эти белки, потому что их витамином D перекормили в детстве. Это интересно. конечно, потому что, да, потому что, и микроцефалия от этого, голова от этого уже, потому что, если у ребёнка и так витамина D достаточно, и формирование детей идёт по возрасту и по времени, а мы туда накладываем ещё дополнительную часть, пожалуйста, шлух сформировались, голова сформировалась, рана, но она маленькая, она не пропорциональная, маленькие, вот, короткие ноги. Это всё отсюда. Это не от того, что это генетические заложки. Ну, частично, конечно, я не говорю, что это 100%, но при этом витамины это не самая большая польза. До года на севере, может быть, до полутора лет в крайней. Нет, на севере... Добавить ещё по поводу витамина D, я не знаю, как у детей, но у взрослых переизбыток витамина D может привести к очень серьёзным проблемам, к интоксикации печени, к резкому ухудшению качества жизни, зовём это так. Переизбыток витамина D Это отдельная тема от важнения. Это да, это тоже ей такая история. Опять же, очень отдельная тема. Понятно, существуют сегодня анализы, если вы хотите точно знать, то надо сначала эти анализы сдать и по их результатам что-то интересует. Кроме того, по поводу нашего детства, рыбьего жира, гематогена и прочих радостей, то, что было в прошлом веке, использовалось, и сейчас, даже если это называется одинаково, это совершенно разные вещи. Поэтому усваивается абсолютно по-другому. Даже, кстати говоря, хлеб, тот, который был в нашем детстве, юности и прочем, в прошлом веке и сейчас абсолютно разные вещи усваиваются абсолютно по-разному. И то, что раньше приносило прозу, сейчас может приносить только вред. К сожалению, это так. Поэтому, насчёт рыбьего жира, его производство, которые производят сейчас, с разными добавками, это разные вещи совершенно. в том числе и омега. Ну да. Во-первых, родители, поймите, что омега-3 и рыбий жир это два совершенно разных продукта. То есть, они не имеют другого отношения, это раз. Во-вторых, про омегу-3, вот, я лично видел достаточно детей, которым эту омегу-3 давали, у некоторого их количества, видела интересное, так сказать, воспаление в кишечнике, связанное с этой омегой-3. И существует такое исследование, что избыток омега-3 вызывает воспаление кишечника. Вот. Рыбий жир можно рассматривать как еду, но её ни в коем случае нельзя давать слишком. То есть, в конце концов, ребёнок ест рыбу, он может есть какое-то количество рыбьего жира. То есть, это должно быть нормально, да, но не надо его поить ложками этим рыбьим жиром. Добавлю к тому, что сказал ОСФ, продукты, которые были в прошлом, на котором, может быть, выросли сами родители, к которым привыкли, они были относительно нерафинированы, они были достаточно естественные. Потому что есть сейчас, это всё совершенно другое. Здесь ещё, извините, гораздо проще. Рыбий жир в рыбе, рыбий жир как препарат, это совершенно разные вещи, он по-разному усваивается, по-разному воздействует на организм. Естественно, приоритет мы даём натуральным продуктам, то есть, скажем, той же рыбе. Поэтому, если ребёнок ест нормально рыбу, пусть даже там красную, пусть там обычную, неважно, ему вполне достаточно. Вопрос о рыбе. У нас осталось 5 минут. Так, тогда я расскажу ещё. Значит, вот этот рыбий жир, который я в детстве пила, оно, он продавался в аптеках, в таких пузырьках, заткнутых какой-то такой бумажкой. И пах так, ребята, что сегодня, я не знаю, молодец. Да. Вот это был совершенно натуральный, естественный рыбий жир, его совершенно натуральный. Это не рыбий жир с запахом апельсина, который продаёт, например, сейчас. Да, именно. А то, что сегодня продают, называется рыбий жир, там, со вкусом клубники или со вкусом апельсина, мне очень сложно сказать, какое отношение имеет этот продукт к тому. Понятно, да? Вот. Это к вопросу о рыбьем жире. Ну что, последний к вопросу, пожалуйста. А вот скажите, а у Сашки, вот бывает он спит, он с открытыми глазами, получается, с полуоткрытыми, это что вообще такое, это нормально или нет нормы? Смотри, здесь ситуация такая, это если нет других клинических проявлений, говорящих о повышении внутричерепного давления, то на это особо внимания обращать не надо. Если есть ещё какие-то моменты, грекокороткая, может быть. А? Грекокороткая, может быть. Да, моменты, говорящие о повышении внутричерепного давления, это как проявление, то есть это надо лечить. Если всё остальное в порядке, ну, ради бога, не надо, это пройдёт со временем. Пусть хоть открытыми. Понятно, спасибо. Ну, всё, заканчиваем. Мы ждём вопросы в чате, пожалуйста, чтобы мы на следующей неделе набрали, то есть даже если там кто-то не знает. Ну, во-первых, да, во-первых, надо определиться и хотелось бы знать, как бы, да, когда чего будет, ну, и тема. Это либо вторник, либо четверг, вероятнее вторник. Вот, и тему тогда, как бы, да, чтобы, что интересно, чтобы это было, ну, скажем так, интересно и полезно, чисто практически. Всего доброго всем. До свидания. До свидания.